По предварительным данным Министерства финансов Таджикистана, внешний долг страны в первом полугодии текущего года приблизился к критической отметке 40% от ВВП страны, достигнув 2,3 миллиарда долларов США, причем 1,2 миллиарда приходится на долю Китая. Но несмотря на это, режим продолжает брать займы для строительства правительственных зданий. Таджикские власти планируют строить новые парламентские и правительственные комплексы. Стоимость будущего парламентского комплекса составит 230 миллионов долларов. Глава Комитета по архитектуре и строительству Джамшет Ахмадзада сообщил журналистам, что деньги для строительства парламентского комплекса власти нашли у Китая, который согласился выделить 230 миллионов долларов. Ахмадзада сообщил, что ведутся переговоры с правительством Китая относительно предоставления финансовой помощи для строительства правительственного комплекса. Примечательно, что чиновник не сомневается, что запрашиваемые средства, которые тоже планируются привлечь на безвозмездной основе, будут предоставлены. Ахмадзада также отметил, что китайская сторона советует Таджикистану строить и не беспокоиться о деньгах. Во властных структурах считают, что средства эти нужно использовать, пока дают, советуя при этом журналистам не задавать неуместные вопросы. Но любого здравомыслящего человека эта благосклонность Китая должна настораживать. Дело в том, что Китай за последние 10 лет превратился в главного финансового донора Таджикистана. На данный момент Китай является основным кредитором Таджикистана, на его долю приходится 52% от общего объема внешнего долга страны. Также он находится на первом месте по объему вложенных инвестиций в экономику республики, обогнав Россию. Политолог Сабир Хамидов считает, что Китай располагает крупными свободными финансовыми ресурсами, и часть этих средств будет использоваться для укрепления своей позиции в противоборстве за доминирование в регионе с другими крупными державами. Китай не будет отказывать в предоставлении кредита или даже грантов таким странам, как Таджикистан. Он прекрасно понимает, что получив запрашиваемую поддержку, маленькие страны автоматически становятся ему обязанными, и в свою очередь не будут уже отказывать в оказании тех или иных услуг, которых от них захочет Китай, говорит Хамидов. На примере Таджикистана мы видим, что практически все богатые золотоносные месторождения республики разрабатываются китайскими компаниями. Китайские фермеры получают земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Китайским компаниям разрешается размещать на территории республики вредоносные предприятия – цементные заводы, которые КНР из-за резкого ухудшения экологии планирует полностью вывести за свои пределы, считает эксперт. В любом случае, что-то придется отдавать взамен. Будут выдвигаться условия, которые получатель помощи обязуется выполнить. Тем более, если речь идет о финансовых средствах в таких крупных размерах. А вот какие же конкретные условия были выдвинуты Китаем при предоставлении этой помощи, скорее всего, мы никогда не узнаем. Комментирует ситуацию журналистам один неназванный таджикский экономист. Следует напомнить, что Китаю уже была передана часть таджикской территории, которую официальная власть Таджикистана ранее назвала «спорной землей», то есть «ничейной». Доктор юридических наук Шакирджон Хакимов также уверен, что Китай хочет укрепить свое присутствие в Таджикистане и других центрально-азиатских государствах, как ведущая страна в регионе. При этом Китай подходит к достижению своих целей дифференцированно, учитывая специфику каждой из этих стран, прежде всего с учетом реальных социально-экономических и военно-политических проблем, заключил Хакимов. Китай